Если бы не Господь. Часть первая. Белорусская деревня Дуброва С рубленными бревенчатыми хатами Деревянные крыши, заваленные снегом, белили пушистыми шапками В еще не рассеявшейся предрассветной мгле Было раннее утро Жители деревни начинали топить печи То здесь, то там, из печной трубы В утреннее небо медленно выползали клубы дыма И постепенно рассеивались, сливаясь с темнотой В морозном воздухе беспрерывно слышался лай собак Небольшая деревенская хата, где жила христианская семья С красивой фамилией Слобода Стояла недалеко от колхозной конторы Домашний быт был прост и незатейлив Как и во многих других белорусских хатах Справа от двери красовалась большая русская печь Которой от жара потрескивали старые осиновые сучья От раскаленной до красна плиты На стенах избы танцевали оранжевые блики На плите в глиняном горшке кипел постный суп С горстью пшена до пары луковиц Хозяйка дома, Надежда Степановна, стояла у печи И время от времени помешивала суп деревянной ложкой с длинной ручкой На лежанке, ближе к трубе, в полотняных мешочках Хранились высушенные с лета яблоки и лечебные травы Там же на лежанке грелись четверо ребятишек Черноволосые, кореглазые, похожие один на другого Они лежали рядом на животах и, подперев ладошками подбородки Терпеливо ожидали завтрака В углу печи находился кочережек Место, где стояли ухваты для горшков Кочерга, веник С потолка у самой печи свешивались две толстые скрученные веревки На которых держалась длинная жердь На ней аккуратно висела сохнущая одежда и полотенца Вдоль печи стояла лава, всколоченная из сосновых досок скамья Рядом с ней находился деревянный сундук, расписанный яркими узорами Напротив печи стоял стол, накрытый вышитой скатертью За которым сидел отец семейства Иван Федорович Две глубокие морщины прорезали его высокий лоб Измученное тяжелыми переживаниями лицо казалось совсем старым Иван Федорович читал в семье 123-й псалом Если бы не Господь был с нами Когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас Когда возгорелась ярость их на нас Старшая 11-летняя дочь Галя сидела на сундуке и внимательно слушала отца Она задумчиво смотрела на трепещущий огонек керосиновой лампы И размышляла о нелегкой судьбе их семьи Девочка вспомнила о тех далеких днях, когда ее родители обратились к Богу Тогда по вечерам к ним приходили родственники Которые жили с ними в одной деревне Они вместе читали Библию, молились Богу И радовались спасению и любви Божией А когда к ним в село приезжали с посещением верующие Это был настоящий праздник Но потом все изменилось Односельчане, узнав про их веру, стали преследовать их семью Врывались в дом во время собраний Ругались, угрожали, бросали в окна камни И не пускали верующих к ним в дом Гале было непонятно, почему их стали притеснять Ведь отец с матерью никому ничего плохого не сделали Три месяца назад им отключили свет Чтобы они не слушали по радиоприемнику христианские передачи Еще раньше папу за веру живого Бога выгнали с работы А маму колхозницы сильно избили металлическими крючьями Когда она вместе с ними убирала лен с поля Потом председатель колхоза Быков забрал у них землю На которой они сажали картошку Все это пронеслось в памяти с молниеносной быстротой И глаза невольно наполнились слезами Галя горько вздрогнула и посмотрела в окно За окном стало совсем светло Галя подошла к лампе и закрутила с помощью колесика фитилек Огонь погас, в комнате воцарилась тишина Девочка посмотрела на родителей и поняла, что они тоже размышляют о жизни их семьи Наденька, много вреда причинили нам безбожники Задумчиво сказал Иван Федорович Что же еще нас ожидает впереди? Да, Ваня, не даем мы покоя односельчанам Мы радуемся в Господе и говорим им о спасителе Вот они и злятся, ответила Надежда Степановна Так для семьи Слобода начался обычный зимний день После молитвы и завтрака каждый занялся своим делом Галя пошла с отцом в дровяник И они занялись заготовкой дров Иван Федорович выбирал из кучи осиновых чурок какую-то одну Ставил ее на широкий дубовый кряж И замахивался колуном Тяжелый топор со звоном входил в дерево Из-под него в разные стороны разлетались половины крупных поленев Иван Федорович ловко подхватывал одну из них Устанавливал на кряж И, придерживая рукой, раскалывал на мелкие дрова Гале нравилось наблюдать, как отец управляется с дровами Когда возле отца появлялась кучка колотых поленев Девочка с удовольствием помогала укладывать их в поленицу Галя была рада, что впереди еще неделя зимних каникул И ей не нужно идти в школу Там над девочкой смеялись одноклассники Обзывали ее богомолкой и рвали ей тетрадки Учителя были к ней гораздо строже, чем к другим детям Из-за такого отношения к верующим Галя не любила школу За короткий зимний день было сделано много дел Незаметно приблизился вечер, и вся семья снова собралась вместе Пока Надежда Степановна накрывала на стол, Иван Федорович читал детям Библию Вдруг послышался надвигающийся шум голосов за двором Голоса становились все громче и громче Стали отчетливо слышаться слова «Сектанты!» «Таким, как вы, не место в нашем коммунистическом обществе!» Кричали за двором разозленные безбожники Слышно было, как сильно ударили о забор распахнутые Насте Шеварота «Опять, наверное, будут стекла бить», — с горечью в голосе сказала Галя Но девочка ошиблась По крыльцу загромыхали чьи-то сапоги И раздался настойчивый громкий стук в дверь Галя замерла от страха «Открывайте, милиция! Обыск!» Послышался нетерпящий возражений крик за дверью Галя испуганно наблюдала, как отец торопливо подошел к двери и скинул с петли крючок В дом ворвались трое незнакомых мужчин в милицейской форме На улице продолжали шуметь односельчане, которые и привели милиционеров к хате Слободы Внимание Гали привлекли не люди в милицейской форме, а большая овчарка черно-коричневого окраса с новостренными ушами Которая, переступив порог, стряхнула себя на липший снег Дети на печи закричали от испуга «Балкан искать!» – скомандовал молодой милиционер, не обращая внимания на крики детей Собака по-хозяйски побежала по комнатам, обнюхивая все на своем пути Галю обдало жаром, когда овчарка приблизилась к ней Девочка боялась пошевелиться, ощущая на себе прерывистое теплое дыхание собаки Галя с ужасом смотрела на белые клыки собаки и опасалась, что она ее укусит «Балкан ко мне!» – крикнулся тот же молодой милиционер «Посторонние не выявлены, выходим!» – коротко скомандовал мужчина «Если бы не Господь был с нами, живых поглотили бы нас люди» – повторяла она слова из псалма, которые читал отец Но девочка даже не предполагала, что еще ожидает ее впереди «Папа, как хорошо, что у нас есть Господь!» – вздохнула она «Без него нам было бы тяжко!» «Да, дочушка!» «Только Бог помогает нам все перетерпеть» Отец погладил твердой, мозолистой ладонью темные волосы девочки Как потом выяснилось, милиционеры искали приезжих верующих братьев, которые иногда тайно посещали семью Слободы Спала Галя плохо, ей снился тревожный сон Как будто отца забрали в тюрьму, и они остались одни с мамой И злые люди обижали их Девочка вздрагивала во сне и часто просыпалась Утром, когда к ней подошла сестренка Шура, которая была младше ее на два года, Галя уже не спала Шура радостно улыбнулась «Сестричка, ты видела там столько нового снега нападало?» «Он белый-белый и мягкий! Пойдем, Сеня, кататься на салазках» Мрачное настроение Гали мгновенно рассеялось Она подбежала к окну и с восхищением увидела, как похорошела земля, укрытая белоснежным покрывалом На котором еще никто не успел наследить Зачем люди злятся и обижают нас? Если бы они верили в нашего Господа, у них были бы сердца такие же чистые, как этот снег Подумала Галя А сестренке сказала «Сходим, покатаемся, если нас папа с мамой отпустят» После обеда Галя с Шурой пошли кататься на санках Весело переговариваясь, девочки направились к конторе, возле которой находилась широкая площадь, где часто резвилась местная детвора Сегодня там тоже было много ребятишек Галя заметила, что дети, увидев их, встали кругом и начали что-то бурно обсуждать Девочка в нерешительности остановилась, взяв сестренку за руку Галя догадалась, что их сейчас снова будут обзывать обидными словами или обкидывать снежками «Галя, Саша, идите сюда!» – послышался чей-то голос На крыльце конторы стояла женщина в цветостом платье Ежась от холода, она настойчиво махала девочкам рукой Галя, привыкшая слушаться старших, позвала Шуру, и они направились в контору Девочек завели в небольшую, ярко освещенную комнату На стенах висели портреты партийных вождей и государственные грамоты Это был кабинет председателя колхоза Быкова, в котором находилось несколько человек У стены под широким красным знаменем стоял полированный стол За которым сидел сутуловатый широкоплечий мужчина В строгом костюме, с короткими рыжими волосами и плотно сжатыми губами Это и был председатель колхоза Он дружелюбно посмотрел на девочек и предложил Я слышал, что вы хорошо поете Спойте нам что-нибудь, а мы послушаем Галя с волнением посмотрела ему в глаза Петь перед неверующими людьми девочкам еще никогда не приходилось Но переглянувшись, они дружно запели гимн, который часто пели всей семьей Руки грешники подняли на Христа Спасителя Галя пела и с тревогой следила за выражением лица председателя колхоза У которого глаза становились все уже и уже, а губы медленно растягивались в злобную усмешку Вы только посмотрите Нет, вы только посмотрите В гневе хлопнул ладонью по столу быков Так что обе девочки в испуге вздрогнули Мало того, что родители, если их так можно назвать, втянулись в секту Они еще и детей учат быть сектантами Нет, это надо прекращать Раздражался он все больше Дети должны стремиться к светлому будущему А не погружаться в религиозную тьму Марш домой! Я этого так не оставлю! Угрожающе крикнул он девочкам Девочки в слезах выбежали из кабинета Галю уже не радовал искрящийся снег И не хотелось кататься на санках Она бежала домой, где ее любили и никогда не обижали Мама, мамочка! Не раздеваясь, девочки бросились в объятия матери И, всхлипывая, рассказали ей все Надежда Степановна прижала дочек к себе И Галя почувствовала, как ей на руки закапали горячие мамины слезы Дочушки мои, вы очень добро поступили Что не испужались и спели этим людям о Боге Успокоившись, Галя внимательно посмотрела в маме на лицо Как оно изменилось за последнее время Девочка заметила, что на нем появилось много мелких морщинок Которых не было раньше Галя обняла маму за шею Снова тихо заплакала Не плачь, дочушка, не плачь Господь все видит и защитит нас от зла Долгие морозы сменились долгожданным весенним теплом Снег еще лежал холодными шапками во дворах Но уже потерял свою белизну Сугробы потемнели и пустили в разные стороны тоненькие ручейки Легкий морозец не мешал чувствовать приближение тепла В воздухе запахло весной Как хорошо на улице, люблю весну Думала Галя, заходя в школу вместе с сестренкой Только хочется, чтобы весна поскорее закончилась И наступили каникулы Тогда я всегда буду дома с моей любимой мамочкой Но впереди еще целых два месяца учебы Прозвенел звонок, Галя прошла в класс Села на свое место и торопливо стала доставать из портфеля учебник математики Дневник, пенал Вскоре из коридора послышался стук каблуков Скрипнула дверь и на пороге появилась учительница Она ввела глазами детей и пристально посмотрела на Галю Девочка съежилась и опустила глаза Учительница, не сводя с нее глаз, строго сказала Собирайся домой В коридоре тебя уже ждет Саша Сегодня вы не будете учиться Галя растерянно сложила школьные принадлежности обратно в портфель И молча вышла из класса Шура действительно стояла в школьном коридоре и ждала сестру Девочки оделись и направились к выходу Возле школьного крыльца Галя заметила новый уазик председателя колхоза Рядом с машиной стояло несколько мужчин Девочка, почувствовав неладное, бросилась за угол школы, волоча за руку сестренку Но убежать им не удалось Грубые мужские руки порторга схватили Галю за плечи и резко развернули в сторону машины А участковый милиционер крепко сдавил ладонь Шуры «Стоять, дети! Быстро в машину!» Крикнул он, подталкивая девочек к уазику «Отпустите нас! Отпустите!» Заплакала на взрыв Галя, пытаясь вырваться из цепких рук «Мы хотим домой!» Мужчины, не обращая внимания на крики девочек, запихнули их на заднее сиденье и сели по бокам Машина рванула с места «Спасите нас! Спасите же кто-нибудь!» Закричала Галя, что было сил Порторг тряхнул девочку за плечи и быстрым движением закрыл ей рот рукой Галя еще никогда в своей жизни не испытывала столько ужаса, сколько в эти минуты отчаяния и беспомощности Рядом вздрагивала от беззвучных рыданий Шура Галя заметила, что машина подъехала к их дому Девочка попыталась выбраться из машины, но ничего не получилось Порторг крепко ее держал Она услышала, как хлопнула входная дверь дома Скрипнуло крыльцо Во двор вышел отец Собрав все свои силы, Галя крикнула «Папа! Папочка, мы здесь! Спаси нас!» Девочка увидела, как отец бросился к машине Но его остановил вышедший из уазика человек в темной одежде Которого она не знала Мужчина начал читать решение суда о том, что детей забирают в детский дом Больше Галя ничего не слышала «Детский дом!» «Нас в детский дом? Почему? Я не хочу в детский дом! Я хочу жить дома с моими любимыми папочкой и мамочкой!» Горько заплакала девочка «Отпустите нас домой, пожалуйста!» Громко всхлипывала Галя «Зачем вы нас забираете?» Рядом с Галей навзрыд плакала Шура И смотрела испуганными глазами на незнакомого человека в черной одежде Иван Федорович, не дослушав решение суда Кинулся к машине и резко открыл дверцу Галя вскочила с места Но Парторг грубо дернул ее И снова усадил рядом с собой А участковый выскочил из УАЗика и с размаху ударил отца по руке Галя успела только увидеть, как он упал Милиционер сел обратно в машину и захлопнул дверцу Машина на скорости вылетела из деревни И помчалась по трассе в сторону города В лобовое стекло безжалостно хлестал дождь И равнодушно сбегал вниз серыми стройками В салоне УАЗика по радио диктор веселым голосом рассказывала слушателям Какое счастливое детство у советских детей Счастливое детство А нам с Шурой будет очень плохо без папы и мамы С горечью подумала Галя, приезжав к себе младшую сестренку Не поапрельски хмурые черные тучи медленно ползли по небу Казалось, что дождю не будет конца, как и слезам испуганных девочек Наконец машина остановилась и Галя увидела длинный одноэтажный дом С мрачными серыми стенами Дождь еще капал крупными холодными каплями, оставляя пузыри на грязных лужах «Быстро за мной!» – скомандовал девочкам участковый И, не дожидаясь их, побежал к крыльцу серого здания, перепрыгивая через лужи «Вперед, вперед!» – пробосил парторг и, высадив девочек из машины, быстро захлопнул дверцу Галя с Шурой пошли за участковым Галя в растерянности остановилась перед дверью с облезшей металлической табличкой На которой под слоем старой синей краски была выбита надпись «Детский дом» «Быстрее, говорю!» – торопил их милиционер Девочки побрели за участковым по длинному коридору и вошли в просторный кабинет За гладким дубовым столом сидел мужчина К моря седые брови он сурово посмотрел на девочек Галя стала не по себе от его колючего взгляда «Василий Викторович, как и договаривались, привезли вам детей-сектантов на перевоспитание» «Вот их документы!» – сказал участковый, кладя на стол синюю папку В кабинет зашла полная женщина в шерстяном платье И, взяв за руки плачущих Галю и Шуру, повела их дальше по коридору «Да не треба лить слезы, девчата! Теперь я ваша воспитательница!» – доброжелательно проговорила женщина «А Василий Викторович, директор этого дома, он у нас добрый!» Воспитательница открыла одну из дверей спальных комнат «Ступайте, располагайтесь!» «Вон ваши кровати!» – подтолкнула она девочек вперед В комнате стояли девять одинаковых, аккуратно заправленных кроватей Но никого из живущих в ней детей не было Галя, потянув за собой сестренку, нерешительно прошла на свое место и присела на краешек кровати Она вспомнила уютную родную избу Жарко натопленную печь, стол с вышитой скатертью, за которым собиралась вся семья Ей стало очень тоскливо от того, что всего этого теперь у них с Шурой нет «Сестричка, я так устала и хочу спать!» – схлепнула Шура Галя легла на кровать, прижала к себе младшую сестренку и они крепко уснули Проснулась Галя уже под утро от того, что кто-то гладил ее по лицу мягкой, теплой ладонью Эти руки она узнала бы из тысячи других Перед ней на коленях стояла мать, которая провела в молитве у кровати детей всю ночь «Мама! Мамочка! Как хорошо, что ты приехала! Как ты нас нашла?» – обрадовалась Галя, бросившись в мамины объятия Шура тоже проснулась и крепко обняла маму за шею «Девоньки, дочушки мои, Господь у нас добрый, Он помог во всем Вас увезли, а меня не было дома, но потом я пришла, и папа мне все рассказал «Мама, а папочка как себя чувствует?» – спросила Шура «Плохо, у него от удара сильно болит рука, он даже не может ее поднять Бедный наш папочка!» – всхлипнула Галя «А что было потом?» Мы вместе с папой поплакали и помолились Он побежал к председателю колхоза узнать, где вы, но он же безбожник, не сказал ему Я не знала, у кого можно еще спросить Слава Господу, пришла соседка и сказала А ей сказала племянница, когда пришла из школы Она случайно услышала разговор учителей «Куда вас хотят везти?» Тогда я села на автобус и поехала в город Когда приехала, я начала всех спрашивать, где есть детский дом Добрые люди помогли найти, вот я и здесь, по милости Божией Привезла дочушке вам одежду, которую купила недавно Платьице новое, да кофточки с тапочками А то увезли вас безо всего Мамочка, зачем нам одежда? Разве ты нас не заберешь отсюда? С надеждой заглянула маме в глаза Шура Нет, Шурочка, гонители вас упрятали сюда не для того, чтобы так просто отдать назад Меня сюда кое-как пропустили, и то ненадолго Но я хочу утешить вас Наш любящий Бог сохранит моих дочушек Люди пытаются убить нашу веру в Иисуса Но Господь и здесь будет с вами, и сохранит вас Прижав мамину ладонь к губам, Галя снова горько заплакала Рядом схлипывала Шура Если бы не Господь, прошептала Галя Если бы не Господь был с нами Живых поглотили бы нас люди Повторила она слова, которые читал папа Галя не могла больше говорить Она отпустила мамину руку Прижала к себе плачущую Шуру И словно навсегда прощаясь с мамой Старалась запомнить каждую черточку ее милого родного лица Надежда Степановна встала на колени Девочки опустились рядом с ней Они плакали и горячо молились Прося Господа сохранить их в наступивших испытаниях Потом Надежда Степановна на прощание прижала к себе дочек И уходя, затворила за собой дверь «Мама! Мамочка!» Как будто опомнившись, бросилась к двери Галя Но в дверях уже стояла все та же полная воспитательница В шерстяном платье Она грубо оттолкнула девочку от двери И три раза провернула ключ в замке Сестры рванулись к окну С безутешной грустью и щемящей тоской в сердце Они сиротливо прижались к оконному стеклу Которое сразу запотело от их горячего дыхания Протирая ладошками окно Галя с Шорой смотрели, как мама уходила все дальше и дальше от детского дома Часто оборачиваясь и махая дочкам рукой на прощание Если бы не Господь Часть вторая Галя без всякой надежды смотрела в окно Сердце тоскливо щемило от того, что ничего уже нельзя исправить Серое дождливое небо плакало, поливая землю моросящим дождем А любимая мама уходила все дальше и дальше от детского дома Вскоре Галя совсем потеряла ее из виду Лишь последний раз среди деревьев мелькнул мамин белый платок Галя прижала к себе Шуру, которая стояла рядом и прошептала Закончилось наше счастье, Шурочка Теперь нам будет очень плохо без папочки и мамочки Галя никак не могла поверить, что она уже не будет жить дома с родителями В памяти еще свежи были воспоминания вчерашнего утра Когда ее с младшей сестрой Шурой насильно увезли из школы в детский дом только за то Что отец с матерью поверили в живого Бога И старались исполнять его заповеди Если бы не Господь Если бы не Господь был с нами Живых поглотили бы нас люди Вытирая слезы, шептала Галя слова, которые часто читал отец Не плачь, лучше расскажи, что случилось Послышался чей-то негромкий голос Только сейчас Галя оглянулась И заметила, что на них с Шурой смотрели семь пар любопытных глаз Семь девочек, словно договорившись, сидели на своих кроватях Поджав колени и внимательно наблюдали за Галей и Шурой Галя присела на край кровати Ей очень трудно было рассказывать, что с ними произошло Но она, глотая слезы, доверчиво Открыла соседкам по комнате всю правду «Это безобразие!» Возмутилась черноглазая девочка с короткой стрижкой «Я еще никогда не слышала, чтобы у хороших родителей забирали детей» Немного помолчав, она продолжила «У меня идея!» «Вам надо сбежать, а мы вам поможем!» «Обязательно поможем!» В комнату вошла молодая женщина с ярко накрашенными губами и доброжелательно проговорила «Где тут наши богомолочки?» «Вот они, милые!» Ответив сама себе, посмотрела она на Галю с Шурой «Меня зовут Татьяна Ивановна, я ваша вторая воспитательница «Вам повезло, что сегодня воскресенье, поэтому отдыхайте, а завтра вместе со всеми пойдете в школу, а сейчас за мной, я вам одежду выдам» «А нам не надо ваши одежды», – смело сказала Галя «На мама свою привезла», – указала она на сумку с вещами «Нет, голубушка, у нас так не принято Вашу домашнюю одежду мы спишем, как негодную, и отдадим Егору Афанасьевичу, завхозу Он ее сожжет, а вам выдадим детдомовскую Гале очень жалко было отдавать новую одежду Идя по коридору, вместе с Шурой за Татьяной Ивановной, которая несла сумку с их одеждой Галя надеялась, что воспитательница пошутила и не заберет у них вещи В коридоре им встретился завхоз Гале он сразу не понравился От него сильно пахло табачным дымом Густые черные брови, сросшиеся на переносице, придавали его немолодому лицу злобное выражение Прищуренные, от нависших век бегающие глаза Ненадолго остановились то на Гале, то на Шуре Егор Афанасьевич, определите, пожалуйста, одежду девочек Я им выдам детдомовскую Протянула завхозу сумку с вещами Татьяна Ивановна А-а-а, это сектантки-то наши Хрипло рассмеялся завхоз Егор Афанасьевич выхватил сумку из рук воспитательницы И понес ее через запасную дверь во двор Галя кинулась за ним, не обращая внимания на окрики Татьяны Ивановны, которая попыталась ее остановить И выскочила во двор вслед за завхозом Галя уже не видела, как Татьяна Ивановна схватила ринувшуюся за Галей Шуру и поволокла ее в комендантскую комнату Запихнув туда девочку, воспитательница быстро закрыла дверь на ключ и побежала во двор за Галей В это время во дворе завхоз, вывалив Галины и Шурины вещи на широкую, мокрую от дождя чурку, рубил их топором «Что вы делаете? Зачем вы так? Это же новые вещи!» – закричала перепуганная Галя Егор Афанасьевич выругался и продолжил свое дело, не обращая внимания на плачущую Галю К Гале подбежала Татьяна Ивановна Она резко развернула ее к себе, тряхнула за плечи и, схватив за руку, потащила за собой «Нечего здесь концерты устраивать! Наденете то, что вам дадут!» Татьяна Ивановна, не отпуская Галиной руки, судорожно повернула ключ в замке комендантской комнаты и втолкнула туда Галю У Гали стало очень тяжело на сердце Она устало посмотрела на воспитательницу, на ее ярко накрашенные губы И, прижав к себе испуганную шуру, получила детдомовскую одежду «Какой он злой, ваш совхоз!» – тихо сказала Галя «Он нашу хорошую одежду изрубил топором!» Галя долго еще не могла успокоиться «Если бы не Господь! Если бы не Господь был с нами! Живых поглотили бы нас люди!» Чуть слышно, повторяла она Первый день в детском доме был для Гали очень тяжелым Девочке казалось, что она видит страшный сон и не может проснуться Она не могла привыкнуть к тому, что ее окружало много незнакомых девочек и мальчиков Несмотря на то, что Гале было очень трудно, она ни на миг не оставляла шуру одну Они вместе вспоминали уютную родительскую хату, теплую русскую печь, стол накрытый вышитой скатертью За столом каждый вечер собиралась вся семья От тоски по дому Галя не смогла есть в столовой, потому что ее душили слезы И ей стоило больших сил, чтобы не разрыдаться на глазах у других детей Первый же день для девочек начались серьезные испытания Некоторые дети, узнав о том, что в детском доме появились девочки, которые верят в Бога Стали смеяться над Галей и Шурой «Смотрите, богомолки идут!» Показывали они на сестер пальцем И вслед Гале и Шуре раздавался громкий смех «Не будем обижаться на них, Шурочка!» Прошептала Галя «Они не виноваты, просто они не знают нашего Господа» Галя с нетерпением ждала наступления ночи Чтобы залезть под одеяло и поплакать, уткнувшись в подушку Ночью, наплакавшись, Галя откинула одеяло и на цыпочках подошла к окну В комнате было тихо, все уже спали Где-то далеко в небе засияли звезды И, словно проливая свой слабый свет в душу Гали, подарили ей надежду Что добрый Господь не оставит ее и поможет вернуться домой Утром Галя и Шура вместе со всеми детьми пошли в школу Но девочкам было не до учебы Вспоминая о доме, они тихо плакали на переменах Перед глазами Гали то и дело появлялся милый образ любимой мамы «Мамочка, бедная мамочка, ей тоже тяжело без нас», — вздыхала Галя После уроков, когда Галя с Шурой возвратились в детский дом Их пригласили в кабинет к директору Девочки несмело прошли по красной ковровой дорожке И сели на предложенные им стулья Галя подняла глаза на дубовый стол На котором лежали какие-то бумаги И стоял телефонный аппарат За столом сидел уже знакомый девочкам директор детского дома Так же, как и раньше, он недоброжелательно смотрел на них из-под лобья И хмурил седые брови «Ничего хорошего от этого человека ждать нельзя», — подумала Галя И с грустью стала рассматривать висевший на стене портрет Темноволосого человека с густыми усами В военной форме и с курительной трубкой в руках «Вы знаете, что позорите наше общество, нашу страну», — нарушил затянувшееся молчание директор «Вам нужно отказаться от веры вашего несуществующего Бога Вы должны верить в коммунизм и служить своей Родине Мы будем служить Иисусу», — чуть слышно сказала Галя «Поговори мне еще, поговори» — в гневе хлопнул по столу директора «Вот посадим твою мать в тюрьму за то, что воспитывать детей не умеет Так по-другому заговоришь Идите к себе в комнату И имейте в виду, что ни отца, ни мать вы больше не увидите Я распоряжусь, чтобы их не пускали на территорию детского дома Выйдя из кабинета, девочки заплакали «Если бы не Господь! Если бы не Господь был с нами! Живых поглотили бы нас люди!» — прошептала Галя И, обняв Шуру за плечи, отправилась вместе с ней в комнату Неделя, проведенная в детском доме, подходила к концу Девочкам она показалась очень долгой Возвращаясь в субботу из школы, Шура спросила «Сестречка, как ты думаешь, маму больше не пустят к нам?» «Скорее всего, нет» — помнишь, что кричал нам директор? «Помню, но я так скучаю по мамочке» Галя остановилась, с любовью посмотрела Шуре в глаза и хотела сказать что-нибудь утешительное, но не успела «Богомолки! Богомолки! Закидаем их камнями!» — раздались крики мальчишек, которые тоже возвращались из школы в детский дом «Бежим!» — схватила Галя Шуру за руку И они побежали, что было сил, в сторону детского дома Забежав на крыльцо, девочки почувствовали себя в безопасности Еле отдышавшись, они поспешили по коридору в свою комнату «Галочка! За что они нас не любят? Мы же ничего плохого им не сделали!» «Не платься, стречка! Господа нашего тоже гнали, а он всех любил! Давай мы будем любить тех, кто нас гонит!» «Слобода! Девочки! Быстро в кабинет к воспитательнице!» Заглянула в комнату черноглазая девочка с короткой стрижкой и таинственно улыбнулась Быстрые легкие шаги девочек отдавались гулким эхом в пустом коридоре Галя несмело потянула на себя дверь кабинета и ахнула от изумления Перед ними стояла Надежда Степановна и краешком платка вытирала слезы «Да чушки мои!» Только и успела она сказать, как Галя с Шурой бросились обнимать самого любимого на земле человека «Мамочка, как ты сюда попала?» «Запретили же!» Еще не могла прийти в себя от изумления Галя «Господь помог, родные мои!» «Не положены, гражданочка, религиозные высказывания» Только сейчас Галя заметила милиционера, который сидел у окна, закинув ногу на ногу «Свидание десять минут!» Проговорил он нетерпящим возражения Басом Девочки даже не успели насмотреться на любимую маму Как их снова вела по коридору за руки воспитательница Которая встретила их в первый день приезда в детский дом «Не треба плакать, девчата!» «Приедет она еще к вам!» И Галя с Шорой снова прижали мокрые от слез лица к оконному стеклу Наблюдая за удаляющейся от детского дома мамой Дни потекли своей чередой Девочки учились в школе, трудились вместе с другими детьми в детском доме Но постоянная тоска по семье ни на миг не оставляла их сердца Великим праздником для них были нечастые посещения матери или отца Девочки не знали о том, что иногда их родители приезжали к ним И, постояв у крыльца детского дома, уезжали обратно Потому что им не разрешали увидеть дочерей Не знали девочки и того, что письма и открытки из дома Со словами любви и утешения им не передавали Чтобы не напоминать о семье и о Боге Так прошло два года В один из зимних дней Гале исполнилось 13 лет Галя сильно соскучилась по папе, маме, братикам и маленькой сестренке Ей очень захотелось всех увидеть Она стала все чаще думать о побеге из детского дома Наступили каникулы и Галю еще сильнее потянуло домой Катя, помнишь, ты обещала нам помочь убежать к родителям? Однажды спросила Галя рыжеволосую девочку с крупными веснушками на лице Да, я и деньги ваши сохранила, они меня в матрасе зашиты Девочка таинственно похлопала по краю кровати Спасибо, Катя Я только не знаю, как нам с Шурой уйти незамеченными Очень просто, деловито сказала девочка Вам надо убежать сразу после ужина Вы незаметно уйдете на автовокзал Я во время отбоя положу под ваше одеяло мою и Светкино пальто Как будто вы спите Сегодня в ночь дежурит Татьяна Ивановна Она никогда перекличку не делает Поэтому все будет сшито-крыто Идет? Спасибо, Катенька Бросилась обнимать соседку по комнате Галя Ты такая добрая Весь день Галя ходила сама не своя И с нетерпением ожидала ужина Чтобы поскорее сбежать Она уже представляла себе Как обнимет милую мамочку Дорогого папочку Как родители обрадуются И не все снова будут вместе Будут счастливы Через час после ужина Галя и Шура ехали в рейсовом автобусе По направлению к своей деревне Девочки всю дорогу переживали Что Татьяна Ивановна уже заметила их отсутствие И поняла тревогу Галя с напряжением следила за проносившимися мимо машинами Она недоверчиво посматривала на входивших пассажиров Девочке казалось, что все знают об их побеге И следят за ними, чтобы поймать и вернуть в детский дом От этих переживаний Гале становилось страшно Автобус ехал все дальше и дальше Сколько прошло времени, Галя не знала Шура, Шура Тебе не кажется, что на переднем сиденье Сидит почтальон с нашей деревни? Спросила она сестру Да, это он Утвердительно кивнула Шура Мы будем смотреть на него Когда он будет выходить Тогда и мы выйдем Я уже точно не помню дорогу Прошло совсем немного времени И мужчина, которого сестры приняли за почтальона Начал пробираться к выходу Девочки поспешили за ним Выйдя из автобуса, они начали осматриваться Незнакомые дома мрачно темнели в вечернем сумраке Гале стало жутко Шура, кажется, мы не в своей деревне вышли В тревоге сказала Галя Это, наверное, был не почтальон, как мы думали Что же нам теперь делать? Заплакала она Скоро ночь Галя беспомощно оглянулась по сторонам Рядом начала всхлипывать Шура Мимо них проходили чужие люди И мчались машины Галя понимала, что этим людям Да их горя Нет никакого дела Шурочка, давай помолимся Предложила она сестре Не успели девочки закончить молиться Как услышали приятный женский голос Почему вы здесь стоите в такой поздний час без родителей? Галя оглянулась Рядом с ними стояла молодая симпатичная женщина Мы не доехали до Дубров Перепутали остановку и вышли здесь Теперь не знаем, что нам делать Галя посмотрела на женщину с надеждой Пойдемте ко мне ночевать А завтра я вас посажу на ваш автобус До вашей деревни надо было ехать еще 30 километров Молодая женщина оказалась учительницей Гале она сразу понравилась И к радости сестер не стала спрашивать их фамилию И имена родителей Девочки согласились у нее переночевать Почти всю ночь Галя не спала Она вздрагивала от каждого шороха Ей казалось, что вот-вот за ними приедет воспитательница На детдомовской машине ее везет обратно И девочка уже больше никогда не увидит Любимых папу и маму В таких переживаниях прошла ночь Ранним утром, пока Шора и учительница спали Галя потихоньку встала, оделась И опустилась на колени возле кровати Помоги, пожалуйста, нам доехать до дому И увидеть папочку, мамочку, Коленьку, Люсеньку и Павлушу Шепотом начала молиться Галя Господи, спасибо тебе, что ты нас любишь и хранишь в своей руке Сквозь опущенные ресницы пробились слезинки И медленно потекли по щекам Галя молилась и чувствовала Как ее сердце наполняется радостной уверенностью в том Что скоро они увидят родных Услышав, как учительница проснулась И прошла на кухню, Галя закончила молитву И разбудила Шуру В это время засвистел чайник Сообщая о том, что вода закипела Девочки, идите пить чай с бубликами Позвала их учительница А потом я провожу вас до остановки И посажу на нужный автобус Сегодня мороз на улице А пальтишки на вас тонкие, осенние Да и ботиночки не для зимы Не замерзнете? Нет Мы уже привыкли ходить в такой одежде Другую нам не выдали Проговорилась Галя И с испугом посмотрела на учительницу Боясь, что та начнет расспрашивать о том Кто должен был выдать им одежду Но заботливая женщина только приветливо улыбнулась Садитесь за стол Уже чай остывает Есть Галя не могла Ее сердце трепетало в радостном ожидании встречи с семьей Нетерпеливо поскрипывая старенькой табуреткой Она уже представляла себе, как они с Шурой зайдут в дом Как все родные удивятся и обрадуются им Галя беспокойно поглядывала на учительницу Наконец-то встала из-за стола и повела их к автобусной остановке В автобусе было холодно и Галя, подышав на ладонь, прижала ее к замерзшему стеклу На стекле появился оттаивший кружок и тут же покрылся новым литком, как только Галя убрала руку Не получится смотреть на дорогу, подумала она А жаль, ведь так быстрее бежит время Автобус постоянно подбрасывала на обледеневших кочках И Галя, закрыв глаза, с нетерпением начала отсчитывать минуты Одна, две, три, пятьдесят девять, шестьдесят Считала она, загибая палец за пальцем Наконец-то водитель крикнул То в Дубровы готовимся к выходу Автобус затормозил И девочки, взявшись за руку, побежали домой Они не замечали морозного воздуха и резкого пронизывающего ветра Быстрей, быстрей торопились они К папе, к маме Девочки убежали во двор родного дома Распахнули дверь и, не говоря ни слова, бросились к маме на шею Галя, что было силой, прижалась к самому родному человеку на земле Словно боялась, что их опять кто-то разлучит Она с наслаждением вдыхала знакомый запах маминых волос Целовала мамино лицо и руки Плакала от счастья, что снова может находиться среди своей семьи Потом Галя бросилась целовать отца, братьев и сестренку Немного успокоившись, все склонились на колени и в молитве благодарили Бога за то, что снова могут быть вместе Вечером их навестили верующие родственники Иван Федорович, как всегда, читал вслух Библию Галя и Шура с особенной радостью слушали Слово Божье Потом все пели любимые гимны и пили чай с душистым земляничным вареньем и теплыми булочками Младшие дети уже спали, а Галя и Шура никак не могли наговориться с родными К счастью, Галя и Шуры длилось недолго Через неделю после побега, когда семья собралась за ужином, раздался настойчивый стук в дверь Галя в напряжении замерла Вдруг непрошенный гость резко рванул дверь Им оказалась воспитательница детского дома Татьяна Ивановна «Так вот вы где! Быстро собирайтесь назад!» Топнула она ногой, не поздоровавшись «Нет!» Галя изо всех сил жала мамину руку, словно она смогла бы защитить ее от воспитательницы «Мы хотим жить дома и в детский дом больше! Не поедем!» «Если вы сейчас не поедете со мной, я обещаю, что вам будет очень плохо!» Татьяна Ивановна подбоченилась и зло прищурила глаза «Вы все равно от нас никуда не денетесь! Собирайтесь!» «Нет!» Почти выкрикнула Галя «Мы никуда с вами не поедем!» «Это мы еще посмотрим!» Воспитательница выбежала из дома, громко хлопнув дверью За двором послышался звук заведенного мотора и отъезжающей машины «Мамочка, мне страшно!» Заблакала Галя, растирая ладонями по щекам слезы «Я не хочу в детский дом! Там плохо!» Всхлипнула Шура, прижавшись к отцу «Дочушки мои!» Покачала головой Надежда Степановна «От этих людей можно ожидать чего угодно!» «Но вы не бойтесь! Сегодня мы помолимся, а завтра я поеду в району и буду просить разрешения, чтобы вы жили дома и учились в нашей школе!» Пока мама была в району, Галя не находила себе покоя «Хоть бы разрешили! Хоть бы разрешили!» Шептала она, ходя из угла в угол Галя не знала, сколько прошло времени Наконец в дверях появилась улыбающаяся мама «Галочка, Шурочка! Господь добрый! Он помог нам!» В району меня выслушала начальница отдела и разрешила вам жить дома «Теперь мы всегда будем вместе! Завтра вам можно будет идти в школу!» «Никто вас больше не тронет!» К счастью, Гале не было предела И, бросившись обнимать Шуру, она облегченно вздохнула «Неужели все?» На другой день девочки пошли в школу, так как каникулы закончились Галю встретили в классе шумно Одноклассники окружили девочку, стали расспрашивать, почему ее так долго не было Узнав, что она жила в детском доме, заинтересовались еще больше Их вопросом не было конца Но прозвенел звонок и дети побежали к своим партам В середине урока в дверь постучали На пороге появилась фельдшер «Дети, здравствуйте! Сегодня я вам раздам таблетки против гриппа» Увидев Галю, фельдшер удивилась «Ой, Галенька, тебя так давно не было! Для меня твое появление – полная неожиданность! Соответственно, таблетки на тебя у меня нет! Тебе нужно прямо сейчас пойти в учительскую, там сидит медсестра, она-то и выдаст тебе твою порцию!» Галя послушно пошла в учительскую Там находились две знакомые ей учительницы и медсестра, которая тут же предложила девочке выпить таблетку Галя доверчиво взяла таблетку, проглотила ее и собралась вернуться в свой класс Но вдруг увидела, что за шкафом сидит милиционер Галя рванулась к двери, но выход заслонила с собой одна из учительниц «Не бойся, детка, не бойся! Сейчас приведут твою сестру, ваше место в детском доме Вы должны твердо уяснить это! Пока ваши родители не откажутся от своих религиозных убеждений, вас будет воспитывать государство! Мы не хотим, чтобы дети нашей великой страны выросли фанатиками!» Что еще говорили учительницы и милиционер? Галя уже не слышала Ей вдруг стало очень плохо Она поняла, что таблетку ей дали не от гриппа, а какую-то другую Закружилась голова, и перед глазами поплыли желтые круги Галя только успела увидеть, как вели в учительскую Шуру, которая сразу все поняла и в отчаянии прошептала «Нас обманули!» Что происходило дальше? Галя помнила плохо Их куда-то вели, потом везли Девочка пришла в себя, когда уже сидела вместе с Шурой на кровати в комнате детского дома Рядом стояла Татьяна Ивановна с ярко накрашенными губами «Ну что, голубушки?» «Я же вам говорила, что никуда вы от нас не денетесь», — миролюбиво сказала она «Теперь-то вы надежно запрятаны» «Я поселила вас в комнату к старшим девочкам» «Они будут тщательно охранять наших беглянок», — заулыбалась воспитательница «Располагайтесь на новом месте, я еще забегу попозже» Галя безнадежно смотрела на стоящие рядом одинаковые кровати и тумбочки У нее уже не было слез Только сердце сдавило отчаянием и болью Она поняла, что в району маму обманули И уже никто не поможет им вернуться домой «Если бы не Господь, если бы не Господь был с нами», — устала, — повторяла девочка «Живых поглотили бы нас люди» За окном выл ветер и бросал в окно крупные хлопья снега В сердце Гали было так же холодно, как и на улице Галя обняла Шуру, вытерла ей слезы, поднялась и стала расправлять детомовскую кровать «Если бы не Господь», — часть третья За окном выл ветер и бросал в него крупные хлопья снега Голые ветви берез растопырили тонкие кривые пальцы и безжалостно хлистали по стеклу Гале казалось, что ее сердце сейчас разорвется от тоски Снова она со своей сестрой Шурой оказалась в детском доме Теперь никто и никогда не поможет нам вернуться в родные Дубровы В уютную родительскую хату к папочке и мамочке Вытерла она со щек две сиротливые слезинки и вздохнула Даже плакать уже не могу Галя мысленно вернулась в сегодняшний день Она только-только пришла в себя после того, как школьная медсестра дала ей какую-то горькую таблетку После нее Гале стало очень плохо, и она не запомнила, как их с сестрой везли в детский дом «Сестричка, у меня голова кружится», — прошептала Шура, которая сидела рядом с Галей на жесткой детдомовской кровати После школьной таблетки «Тебе тоже дали, Шурочка?» — удивилась Галя «Да» «Сейчас, сейчас я уложу тебя Поднимись, постой пока» Галя начала торопливо расправлять кровать «Да моя, не трогать!» Неожиданно послышался откуда-то сверху чей-то звонкий голос Вздруг, но в Галя оглянулась Сверху вниз на нее смотрела высокая девочка лет пятнадцати с копной коротко стриженных черных волос «Ты разве не знаешь, что вы с сестрой теперь будете спать в нашей комнате на раскладушках?» «Так сказала Татьяна Ивановна «Я беру над вами шефства» «Мне поручили, теперь буду следить за вами, чтобы больше не сбегали Если что, меня зовут Ольга, я старшая по корпусу» Изумленная Галя молча смотрела на черноволосую надзирательницу Не зная, что ответить «Ну, что уставилась?» С раздражением сказала Ольга «Раскладушки за шкафом» Галя растерянно оглянулась вокруг Только сейчас она заметила, что находится в небольшой комнате Справа у двери стоял деревянный шкаф На небольшом расстоянии друг от друга Располагались четыре аккуратно заправленные кровати Разделенные коричневыми тумбочками Возле каждой кровати лежали одинаковые цветастые коврики В комнате, кроме них, никого не было Остальные ужинают Словно прочитав мысли Гали, пояснила Ольга «Я поужинала раньше и быстро к вам» «Не права, Татьяна Ивановна, все рассказала» «Есть будете?» «Шурочка, хочешь кушать?» Галя ласково вытерла слезинку на щеке сестры «Не хочу, Галочка, хочу домой» «Без нытья, пожалуйста» Перебила ее Ольга «Не тебе одной тяжело без родителей Привыкай жить самостоятельно Я сбегаю к воспитательнице А вы смотрите мне, без шалостей» Через двадцать минут комната наполнилась живущими в ней девочками Галя заметила, с каким любопытством они разглядывали их сестрой «Музейные экспонаты» Обошла вокруг сестер Ольга «Богомолки в натуральном виде» «Стыдно» «Стыдно в наше-то время» Не унималась она «Ничего, перевоспитаем» Галя почувствовала себя уставшей Она с нетерпением ждала, когда девочки перестанут смеяться И оставят их с Шурой в покое Но этого почему-то не происходило Укорые насмешки так и сыпались со всех сторон Девочки словно поставили себе цель довести сестер до слез И только когда Галя с Шурой громко заплакали Черноволосая надзирательница скомандовала «Выходим! Пусть богомолки перестанут ныть и подумают о своем поведении» Девочки тут же освободили комнату А Галя с Шурой склонились на колени «Если бы не Господь, живых поглотили бы нас люди» Всхлипывала Галя «Прости, Господи, девочек, помоги, чтобы мы с Шурочкой Любили их, как ты любишь своих врагов» Галя закрыла лицо руками и заплакала в голос «Господи, сохрани нас здесь! И Татульку с мамочкой благослови, и сестрычку с братчиками» Продолжила Шура, от волнения путая русские и белорусские слова Для Гали и Шуры снова потекли безрадостные дни Сестры очень тосковали по родным И долгожданные свидания с папой и мамой приносили Гале и Шуре немало радости Эти свидания были такими редкими и такими короткими, что сестры несколько раз решались на побег, чтобы хоть краешком глаза увидеть родных и услышать их голоса Но побег всякий раз заканчивался неудачей Галя и Шура снова и снова оказывались в детском доме Опять их ругал директор и воспитательницы Опять над ними все смеялись А Ольга настраивала против них остальных детей Галя и Шура каждый вечер ждали, когда заснут все девочки в комнате Потом тихо спускались с раскладушек, вставали на колени и шепотом молились Богу По утрам сестрам приходилось собирать свои постели и заталкивать их в шкаф, а раскладушки складывать за шкаф Постепенно Галя и Шура привыкли к тому, что они были у всех на виду Их уже не пугали крики воспитательниц и угрозы директора Им уже не было обидно до слез, когда девочки смеялись над ними и обзывали богомолками А мальчишки кидали им в спину камни Даже ветви берез перестали казаться Гале тонкими кривыми пальцами А начали радовать ее взгляд приятной зеленой листвой Незаметно весна подходила к концу И в детском доме все с нетерпением ждали каникул Все радуются, подумала Галя Никто не хочет учиться в школе А я бы лучше училась В школе нас хоть поменьше замечают Летом же надо работать во дворе или на огороде И опять мы с Шурой будем в центре внимания Вдруг дверь резко распахнулась И на пороге появилась девочка, которую Галя не знала по имени Слобода! Быстрее! К вам мать приехала! Я видела, как она входила в ворота! Девочка так же внезапно исчезла, как и появилась Галя даже не успела спросить, куда пошла мама Радостно посмотрев друг на друга, Галя с Шурой побежали по коридору «Вы не знаете, где наша мама?» Бросилась Галя к вахтеру «У директора!» «Дже ж ей еще быть!» Протирая очки, кивнула головой сухонькая седая женщина Бяжицы горемычные туды От слов полных сочувствия Галя захотелось заплакать, но она сдержала слезы И прошептав слова благодарности, побежала с Шурой к кабинету директора Потянув на себя дверь, Галя несмело заглянула в приемную Там никого не было «Шурочка, заходи! Секретаря нет на месте!» Сестры на цыпочках вошли в приемную и в нерешительности остановились Дверь в кабинет директора была приоткрыта «Так что слобода домолилась своему Богу!» Услышали они голос Василия Викторовича, который звучал грозно и насмешливо «Теперь детей требуешь на каникулы?» «А я детей тебе не отдам!» Мне поручили о них заботиться, поняла? Религиозные фанатики типа тебя не имеют права на детей Галя с Шурой услышали, как тяжело вздохнула мама «Василий Викторович, о моих девочках заботитесь не вы О них заботится Бог Господь их никогда не оставит А вам надо заботиться о своих детях Не переживай, слобода Ни один из моих сыновей не окажется в детском доме Потому что мы с женой хорошие родители В отличие от тебя с мужем «Ты свободна, слобода! Я вижу, что с тобой бесполезно разговаривать!» Девочки услышали, как громыхнул отодвинутый стул Галя с Шурой быстро выскользнули из приемной И прижались к стене возле входной двери Дверь распахнулась, и в коридор вышла мама Подняв глаза, Галя с болью увидела, что мама плачет «Мамочка, они все тебя уже замучили!» Прижалась к матери Галя «Мы молимся за вас с папочкой каждый вечер!» «Дочушки мои милые, молитесь, Господь поможет нам!» «Директор даже не хочет слышать о том, чтобы отпустить вас домой на летние каникулы» «И о Боге он тоже ничего не хочет слушать» «Да, мама, он иногда вызывает нас с Шурой И говорит, что нам будет хорошо жить в советской стране, Если мы откажемся от Иисуса», — продолжила Галя «А когда мы с Василием Викторовичем не соглашаемся, Он начинает так кричать, что нам становится страшно», — добавила Шура «Бедные мои дочушки, нелегко вам приходится» Надежда Степановна не успела договорить, как раздался грозный окрик «Слобода на выход!» По коридору к ним быстро приближался завхоз Егор Афанасьевич «Хватит здесь свои религиозные речи двигать! Посмотри, на кого твои дети похожи! Они даже смеяться не умеют! Это ты их довела до такого состояния!» «Если бы его дочь забрали в детский дом, и на глазах у нее изрубили топором одежду, А потом смеялись бы над ней, вряд ли бы она была веселой», — подумала Галя, Но слух ничего не сказала «Не смотри на меня так!» — прикрикнул Егор Афанасьевич на Галю «Быстро в комнату! А ты на выход!» — распорядился завхоз, подталкивая Надежду Степановну к лестнице «Да благословит вас Бог, дочушки мои! Через недельку приеду еще!» «Иди, иди! Не проповедуй тут!» Сестры со слезами на глазах смотрели, как завхоз вел маму к выходу «Неужели ни у кого из этих взрослых нет сердца?» — с горечью размышляла Галя «Ведь у каждого из них есть свои дети, никто не забирает их детей в детский дом, им хорошо в своих домах Они вместе ужинают, вместе радуются жизни Почему же они не понимают, что мы тоже хотим в свою родную хату к папе, к маме?» Галя посмотрела на Шуру На ее переносице появились две незаметные на первый взгляд морщинки И снова сердце Гали пронзило боль «Взрослая ты уже стала у меня!» — по-матерински прижала она к себе Шуру А в сердце промелькнула мысль «Где же вам понять, Егор Афанасьевич? Почему так редко улыбается моя сестра? Ведь у вас никто никогда не забирал маму Никто никогда не заталкивал вас в машину и насильно не вез в детский дом Никто не бросал вам в спину камни и не смеялся вам вслед «Слобода! Хватит обниматься!» — прервало размышления Гали девочка, которая дежурила сегодня по детскому дому «Быстро метлы в руки и во двор! Сегодня двор должен стать чистым!» «Все во двор!» — громко крикнула она, и ее голос эхом прокатился по коридору Заскрепили двери комнат, и узкий длинный коридор стал наполняться детьми То там, то здесь послышались недовольные выкрики «Опять двор подметать!» — нашли бесплатных дворников «Не дают ни почитать, ни поиграть!» — и так нагрузка большая «Скоро экзамены, а нас во двор!» — «Лучше бы воспитатели сами подметали, чем нас заставлять!» Галя, Шоро и раньше всех вышли во двор и начали старательно подметать территорию На пыльных лицах сестер отчетливо выделялись две чистые ромные полоски Слезы повисали на щеках грязными каплями и, падая, теряли серой пыли «Забрали маму, забрали детство!» — схлипывала Галя «Только чего они хотят от нас добиться? Неужели не понимают, что Бога они не смогут забрать? Он живет в нашем сердце! Он навеки с нами!» «Сестричка!» — Шура оперлась на метлу, чтобы передохнуть «Неужели Виктору Васильевичу нас не жалко? Ведь у него у самого три сына! А если бы их так же забрали, как нас?» «Не жалко, Шурочка! Не жалко!» — вздохнула Галя Наблюдая, как клубы пыли постепенно опускались на старый, разъеденный дождями асфальт «Мне кажется, с нами поступили бы еще хуже, если бы не Господь!» «Помнишь, папа часто читал слова? Если бы не Господь был с нами, живых поглотили бы нас люди!» «Страшно представить!» — задумчиво посмотрела вдаль Шура «Слобода, работаем! Что встали?» — услышали сестры голос Ольги и принялись так же старательно, как и раньше, подметать серый весь выбоиных асфальт Через неделю начались долгожданные каникулы Галя с Шурой все чаще с нетерпением поглядывали в сторону автобусной остановки «Не идет ли мама?» Но однажды утром вместо мамы они увидели в окно, как к детскому дому подъехало несколько машин Из них вышли мужчины и женщины, одетые в черное Среди них был директор детского дома, которого Галя с Шурой с трудом узнали Василий Викторович стал каким-то сгорбленным, старым, осунувшимся Он неуверенно ступил из черной Волги на землю, закрыл лицо руками И его плечи задрожали от беззвучных рыданий От этого он склонялся все ниже и ниже к земле Казалось, еще мгновение, и Василий Викторович упадет лицом на землю Двое мужчин тут же подхватили его под руки и стали ему что-то говорить Сестры не успели опомниться от увиденного, как в комнату убежала перепуганная Татьяна Ивановна Она даже забыла накрасить губы Глаза ее были широко раскрыты, а тонкие ниточки губ судорожно вздрагивали «Слобода к директору! Он там, на улице! Быстрее он там! Ждет! Коре-то какое!» Девочки не смогли вымолвить ни слова Они быстро собрались и побежали на улицу, где уже собралось много детдомовцев Робко остановившись возле ворот, Галя с испугом посмотрела на Василия Викторовича И перехватила его долгий внимательный взгляд Этот взгляд, полный боли и отчаяния, проникал в самое сердце Галя боялась пошевелиться, потрясенная страшной догадкой Ей захотелось обнять директора и как-то его утешить, но она знала, что никогда не осмелится на такой шаг «Слобода бежит!» Услышала Галя за спиной шепот Татьяны Ивановны и увидела, как с автобусной остановки в их сторону спешила мама «Надя, ты молилась, чтобы он погиб? Теперь ты будешь радоваться?» Василий Викторович перевел взгляд на подбежавшую к нему Надежду Степановну «Мой сын! Ему было только 17!» Директор снова горько и безутешно зарыдал, опираясь на двух мужчин, поддерживающих его под руки «Мой сын! Ему было только 17!» Галя заметила, какая жгучая скорбь отразилась на лице мамы И как по маминым щекам побежали слезы, которые она даже не вытирала «Нет, никогда, Василий Викторович, никогда!» «Я молилась только о том, чтобы Господь помог вам увидеть Божью любовь!» «Я плачу о вашем сыне!» Сочувствием ответила мама «Ведь он погиб навеки!» «Надя, это Бог! Забирай детей, увози на лето!» Больше директор ничего не сказал Мужчины помогли ему сесть в Волгу Откуда послышались громкие рыдания Остальные люди в траурной одежде быстро расселись по машинам Которые, подняв клубы пыли, колонны направились в сторону центра Пока Галя Шурой собирали вещи в детском доме, никто не проронил ни слова Все были напуганы В коридоре стояла звенящая тишина Гале захотелось быстрее вырваться из этой гнетущей тишины И они вместе с Шурой на цыпочках вышли из детского дома За воротами девочки крепко обняли маму и долго плакали, уткнувшись в ее плечи Наплакавшись, Галя и Шура как-то одновременно перестали всхлипывать Свободно вздохнули, взяли маму с обеих сторон за руки и пошли к остановке Впереди их ждали целых три месяца Если бы не Господь Галя и Шура быстро собирали вещи в дорожную сумку Директор детского дома Василий Викторович отпустил сестер домой в родные Дубровы на летние каникулы Пока сестры собирались, девочки, которые находились в комнате, не проронили ни слова Да и во всем здании стояла гнетущая тишина Взрослые дети были потрясены происшедшим Несколько минут назад всех облетела ужасная новость о том, что у директора погиб 17-летний сын Гале захотелось быстрее вырваться из этой гнетущей тишины И они вместе с Шурой на цыпочках вышли из детского дома За воротами Галю и Шуру ждала мама Сестры кинулись к ней на шею Крепко обняли и долго вместе плакали от горя Что погиб молодой человек И от счастья, что все лето смогут жить всей семьей Дочушки мои, дочушки мои То и дело, повторяла Надежда Степановна Теперь будем вместе Вместе целых три месяца После того, как сестры немного успокоились Они взяли за руки маму и быстро поспешили в сторону автобусной остановки Галя и Шура не могли поверить, что наконец-то остались позади томительные дни Ожидание встречи с родными Неужели, неужели наступил этот день? Неужели мы скоро будем дома? Не уставала повторять Галя Шура же только счастливо улыбалась И молча шла рядом с мамой Иногда прижимая мамину руку к щеке Их окружали белостволы березы Которые далеко в стороны раскинули свои зеленые ветви Где-то на верхушках деревьев весело чирикали воробьи Солнце щедро дарило им свое тепло К вечеру сестры с мамой были уже в родных Дубровах У них было одно общее желание Чтобы это чудесное лето длилось долго-долго Но к глубокому огорчению сестер Время мчалось вперед, не считая с их желанием Быстро пробежало короткое счастливое лето И неумолимо приблизилась осень Галя с тоской наблюдала, как постепенно пожелтела трава во дворе Как Август позолотил листья берез И, добравшись до клена, безжалостно раскрасил Резные, разлапистые листья красной краской «Не спеши, Август, не спеши!» Уныло шептала Галя «Я так не хочу в детский дом!» Но Август, конечно же, не обращал внимания на просьбы Гали И торопливо закончил то, что ему было назначено Вот и сегодня, только проснувшись, Галя с тревогой посмотрела на календарь Приклеенный картофельным крахмалом к побеленной стене «Двадцать пятая!» Вздохнула она «Да, сестричка, я тоже каждый день хочу задержать, но дни так быстро бегут!» «И как не хочется в детдом!» Проговорила Шура, которая лежала рядом с сестрой на топчане «Шурочка, как ты думаешь, Василий Викторович будет нас ругать, как и прежде? Или он по-другому к нам начнет относиться?» «Как знать, может, его сердце станет мягче, а может, жестче, как у фараона, к которому приходил Моисей» «Да, да...» Галя с тоской огляделась вокруг, словно уже начала прощаться с каждой вещью в хате В светлой просторной комнате было убрано Рядом с топчаном, на котором спали Галя и Шура, стоял круглый деревянный столик, покрытый белоснежной скатертью Посередине стола красовались величественные гладиолусы в скромной стеклянной вазе На стене в простой деревянной рамке висел старательно написанный Галиной рукой библейский стих «Я и дом мой будем служить Господу» Дом, родной дом, добрые папины глаза, ласковые мамины руки, любимые младшие Коля, Людочка и Павлик А главное, Господь такой родной и близкий Здесь, дома, семейные молитвы и чтение Слова Божьего Посещение верующих и домашние собрания стали для сестер особенно дороги после детского дома За лето Галя успела прочитать и Евангелие, и Деяния святых апостолов Стараясь как можно больше запомнить, чтобы потом вспоминать и рассказывать Шуре А еще в родном доме часто пели, прославляя Бога и ободряя друг друга Через пять дней придется все это оставить и вернуться на детдомовские раскладушки Затасковала Галя Но самое страшное, что ждет нас впереди, это опять жить без папы и мамы Среди чужих людей, не знающих Бога Последние пять дней в ожидании скорого расставания с семьей Галя ходила сама не своя Шура тоже переживала Работа по дому и на огороде, которую они раньше выполняли с радостью Уже не приносила им никакого удовольствия Сестры по привычке собирали из кустов поспевшие помидоры Сплетали в косы убранный лук Рассыпали на чердаке смородину для сушки Но скоро мы всего этого лишимся И у нас опять начнется безрадостная детдомовская жизнь То и дело смахивалась ресниц слезу Галя Стараясь, чтобы этого не заметила Шура А Шура также втихомолку тайком от Гали Часто вытирала мокрые от слез глаза День расставания выдался пасмурным Небо затянуло тяжелыми черными тучами Сквозь которые солнце изредка пыталось протиснуть свои теплые яркие лучи Но тучи властно заполонили собой все оставшееся на небе пространство Где-то над головой выл ветер, не предвещая ничего хорошего Галя и Шура стояли на автобусной остановке в окружении родных И не могли вымолвить ни слова Тонкие темно-зеленые дощатые стенки остановочной будки Которую установили только недавно Напоминали Гале маленькую тюрьму Такая же мрачная тюрьма снова ждет нас впереди Подумала она На горизонте показался автобус Татюшки мои милые, давайте помолимся Чуть слышно проговорил Иван Федорович Пусть Бог благословит вас на нелегкую жизнь в детском доме Просите помощи только у Него Помните, что только Господь всегда и везде вас защитит В выжженную солнцем траву прямо к ногам Гали упали первые капли дождя Скорее, дочушки, скорее, дождь сейчас пойдзе Подтолкнула их после молитвы к автобусу Надежда Степановна У Гали словно что-то оторвалось от сердца Она почувствовала сильную тоску Через силу Галя вошла в автобус Села на свободное место и прижалась лицом к прохладному пыльному стеклу По которому начали часто стучать крупные капли дождя Они мешали ей смотреть на лица родных «Я не хочу! Я не хочу их оставлять!» Мысленно кричала Галя Бесшумные рыдания сдавили горло Она даже не почувствовала, как рядом опустилась на обшарпанное мягкое сиденье Шура Которая закрыла лицо руками и беззвучно заплакала Водитель безжалостно нажал на педаль газа и автобус рывком тронулся с места Увозя сестер далеко-далеко от родных дубров «Все потеряно, кроме Господа! Он всегда с нами! Если бы не Господь! Если бы не Господь был с нами! Почему люди такие жестокие?» Грустные мысли одна за другой проносились в голове Гали Она устало откинулась на спинку сиденья И смотря в одну точку, обреченно ожидала окончания пути Автобус прибыл на городской автовокзал Сестры с заплаканными глазами вышли на улицу и пошли по направлению к детскому дому «Не хочу сюда, Галинка! Не жадаю!» С этими словами Шура без всякого желания переступила порог нелюбимого детского дома Галя молча последовала за сестрой, но их остановил грозный оклик воспитательницы Татьяны Ивановны «Слобода к директору! Как? Уже?» – искренно удивилась Галя «Поговори мне еще, поговори!» Ярко накрашенные губы воспитательницы нервно дрогнули «И чтобы там не гугу про своего бога, Василий Викторович до сих пор в себя прийти не может» Сестры потихоньку пошли по длинному узкому коридору в сторону кабинета директора Видеть Василия Викторовича им совсем не хотелось С покрашенных бежевой краской стен на них смотрели портреты Улыбающихся детей, которые были этим летом в пионерском лагере Над ними красовался лозунг «Наша цель – коммунизм!» Галочка, почему у них такие счастливые лица? – показала Шура рукой на портреты «Они не верят в Бога, им хорошо?» «Мы верим в Господа!» «Почему же нам так тяжко жить?» Шурочка, потому что всем ученикам Иисуса было тяжело Теперь наступило наше время пострадать за Господа Галя несмело открыла дверь в приемную И по лицу секретаря поняла, что ничего хорошего им ожидать не стоит «Проходите!» – воркнула секретарь «Василий Викторович вас ждет» Сестры с трепетом переступили порог кабинета директора Он, подписывая какие-то бумаги, даже не взглянул в их сторону «Слобода, если вы надеетесь, что после того, что произошло, мое отношение к вам изменится» Не отрывая взгляда от бумаг на столе, проговорил Василий Викторович Директор замолчал, и Галя заметила, как его голос дрогнул «Если вы на это надеетесь, то вы ошибаетесь» После некоторого молчания продолжил Василий Викторович «На каникулы домой вы больше не поедете Родителей вы больше не увидите Никаких писем, открыток, записок от них не получите Я сам проконтролирую ситуацию Идите» Сестры быстро вышли из кабинета В коридоре их уже ждала Татьяна Ивановна «За мной!» – скомандовала она «Ваша комната теперь будет находиться рядом с воспитательской» «Чтобы не сбежали!» – пояснила Татьяна Ивановна «Входите» «Две кровати возле стола ваши!» «Кстати, в этой комнате живет староста Зоя» «Смотрите, чтобы ее слушались» Галя и Шура вошли в комнату, которая оказалась довольно Просторной и светлой В ней находилось всего три кровати С правой стороны вдоль стены возвышался массивный полированный шифонер Напротив него у окна стоял большой стол, застеленный однотонной голубой скатертью На нем аккуратной стопкой лежали учебники Пол был покрыт темно-серым безворсовым паласом Но даже этот уют и чистота не обрадовали сестер Они безнадежно опустились на стулья, стоявшие возле стола «Шурочка, как я устала!» «Теперь мы заточены здесь!» «Навеки!» – прошептала Шура и горько заплакала «Если бы не Господь!» «Если бы не Господь был с нами, живых поглотили бы нас люди!» Галя подошла к окну Угрюмый мокрый двор одиноко блестел лужами Серое небо еще роняло на землю длинные стеклянные нити дождя Которые разбивались, а разноцветные листья клёна, стоящего под окном Так и наша жизнь Галя провела ладонью по холодному стеклу Наша жизнь разбивается в дребезги, как эти капли дождя А разрушают ее те, кто строит светлое будущее своим детям Вдруг скрипнула дверь И в комнату убежала девочка в пионерском галстуке С гладко зачесанными светлыми волосами Она негромко напевала задурную песню о веселом ветре «Привет, я Зоя!» – на ходу сказала она, быстро доставивши фанера полотенце «Скоро буду», – выбежала она из комнаты Так на этот раз встретили Галю и Шуру в детском доме Сестры даже удивленно переглянулись «Галинка, а чего эта Зоя такая добрая?» «Не ругает нас, как все?» – спросила Шура «Не знаю, Шурочка, посмотрим, как дальше будет» На следующий день сестры пошли в школу Утро выдалось теплым и солнечным Галя и Шура в школьной форме с ранцами за спиной Не весело шагали по асфальтированной дорожке Покрытой еще не высохшими от вчерашнего дождя Желтыми и красными листьями В школе ученики уже почти не обращали внимания на сестер Только изредка Галя и Шура встречали насмешливые взгляды Или слышали вслед колкое слово богомолки Все пошло своим чередом Только папу и маму, которые приезжали в детский дом на свидание Сестрам не разрешали видеть Директор этого не позволял Девочки ничего не знали о родных На осенние каникулы Василий Викторович не отпустил Галю и Шуру домой Как и обещал Сестры плакали от отчаяния и тосковали по родным Каждую свободную минуту они опускались на колени и молились к Господу Пролетела хмурая, унылая осень И наступила белоснежная зима С них повалил крупными хлопьями И за два часа засыпал землю целыми сугробами Дети вывалили гурьбой во двор И с радостными криками стали обкидывать друг друга снежками Только Галя и Шура тоскливо стояли у окна в своей комнате И безучастно смотрели на то, как веселились другие Галя, отчего они такие веселые? Кивнула головой в сторону резвящихся детей Шура У них же тоже немодетство Они уже смирились, Шурочка Привыкли к своему положению У них нет другого дома, кроме этого, нет семьи Кто-то не нужен своим родителям, а у кого-то они погибли Задумчиво произнесла Галя Нам с тобой здесь трудно, потому что мы знаем, что нас любят и ждут дома И нашей мамочке без нас плохо Галя немного помолчала Потом оживилась и загадочной улыбкой сказала сестре Шурочка, нам надо с тобой заняться одним важным делом Как им, сестричка, написать письмо в Москву? Зачем и кому? Искренно удивилась Шура Брежневу Леониду Ильичу Он в Советском Союзе самый главный Надо написать ему все подробно Как издеваются над нашей семьей Ты думаешь, что оно дойдет? Мы будем с тобой сильно молиться И Господь поможет Шура радостно посмотрела на Галю И впервые за долгие четыре месяца весело засмеялась Ты у меня такая хорошенькая, сестричка И ты так сильно похожа на маму Спасибо, сестричка Как хорошо, что ты у меня есть Сестры схватились за руки и закружились по комнате С этого дня у них появилась тайна Как только Галя и Шура оставались в комнате одни Они тут же пододвигали стул к шифонеру Доставали с него начатое письмо Потом усаживались за стол И, продумывая каждое слово Писали генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии В этом письме они писали Леониду Ильичу о том Что директор детского дома Запрещает им видеться с родными Письмо рассказывало о нелегкой судьбе Двух беззащитных девочек По фамилии Слобода Из глухой белорусской деревни Которые столкнулись с несправедливостью И бесчеловечностью Над ними было пролито много слез Простые слова этого письма Была вложена вся боль Израненного страданиями сердца И искренняя детская просьба о помощи Ну вот и все Подписав на конверте адрес Сказала Галя Завтра после школы Мы побежим до почтового ящика И бросим в него письмо Сестры так и сделали На следующий день после уроков Галя с Шурой Незаметно отстали от группы девочек Которые возвращались в детский дом И побежали в сторону почты Галочка А если девчаты заметят, что мы ушли? Запереживала Шура Не заметят Мы же быстро Ускорила шаг Галя Добежав до почтового ящика Сестры опустили в него письмо И счастливые побежали в детский дом Декабрь подходил к концу Все готовились к новому 1969 году В детском доме были развешаны Разноцветные цепочки, которые склеили дети Из цветной бумаги Кругом висели самодельные фонарики Хлопушки, снежинки В фойе красовалась высоченная елка Которую наряжал В забравшийся на стремянку завхоз Егор Афанасьевич Везде царила суета И праздничное настроение Галя с Шурой ходили радостные Как и другие девочки Но радость у них была иная Они ждали ответа из Москвы И надеялись уехать на каникулы домой Но ответа все не было и не было Наступил Новый год Трескучий январский мороз Раскрасил окна детского дома Причудливыми узорами А ответа из Москвы Все не было Галя, ты веришь, что письмо дошло? Однажды утром с отчаянием Спросила сестру Шура Галя только собралась ответить Как в комнату вошла Татьяна Ивановна И сразу же закричала Слобода! У вас что, совести совсем нет? Вы зачем в Москву писали? Быстро к директору! Сейчас он вам задаст Злобно процедила сквозь зубы Воспитательница И захлопнула за собой дверь Шура, скорей, скорей Ответ пришел Засуетилась Галя На ходу поправляя волосы Но Шуру и не надо было торопить Она кинула за сестрой из комнаты И они понеслись по коридору К кабинету директора Впервые за два года Сестры смело ступели в приемную Жаловаться, значит, вздумали Медленно проговорил директор Стуча пальцами по столу Но жалуйтесь дальше Только вам это не поможет Слышите? В его голосе прозвучали нотки раздражения Мы единая система Мы мощная система Нас никто не сломит Даже ваш всемогущий Бог Галя заметила, что директор Старался не смотреть им в глаза Иди сюда Скомандовал он ей Та без опаски подошла к дубовому столу На! Протянул он Гале билеты на автобус Сегодня уедете домой На вокзал увезут на машине Вы же еще не знаете Ничего Дома узнаете Все Идите После каникулу ждем Как-то нехорошо улыбнулся Василий Викторович Спасибо! Сказали в один голос Галя и Шура И бросились со всех ног В свою комнату собирать вещи Через два часа Сестры уже тряслись в автобусе А ближе к вечеру Высадились в Дубровах У той самой автобусной остановки Которая летом напомнила Гале Маленькую тюрьму Теперь на крыше будки Красовался белоснежный сугроб А внутри и вокруг Было множество человеческих И собачьих следов Не такая она уже мрачная Весело подумала Галя Сестры схватились за руки И побежали в родную хату Январский ветер обжигал лицо Крепкий мороз проникал Сквозь тоненькие пальтишки Но Галя и Шура Не обращали на это внимания Они бежали домой В любимую хату К самым родным людям на земле Если бы не Господь Часть пятая Сегодняшний день Неожиданно стал счастливым Для Гали и Шуры Василий Викторович Директор детского дома Отпустил их домой на зимние каникулы Своих родных сестры Не видели с самого сентября В начале учебного года Директор сказал Что вообще никогда Не разрешит им видеться с родителями Девочки все это время Не получали никаких известий из дома Потому что им Не передавали ни писем Ни открыток Ни даже маленьких записок от родных Тогда Галя и Шурой Написали письмо Леониду Ильичу Брежневу в Москву Через долгих полтора месяца Из Москвы пришел ответ С указанием отпустить девочек Из семьи Слобода На каникулы домой И вот теперь Галя и Шура Ехали в свою деревню Автобус круто повернул С главной трассы В сторону Дубров И вскоре резко затормозил Возле автобусной остановки Галя и Шура выскочили из него И радостно помчались В сторону родной хаты Резкий встречный ветер Обжигал лицо Крепкий январский мороз Проникал сквозь тоненькие пальтишки Но сестры не обращали на это внимания Они бежали домой В любимую хату Снег весело скрипел под ногами Быстрее, быстрее Вторил он Галиным мыслям Милые, родные, дорогие Распахнула Галя дверь хаты Матуля, таточка Забежала за ней Шура Галочка, Шурочка Кинулись обнимать сестер Коля, Люда и Павлик Как хорошо, что вы приехали Мы так скучали Перебивали они друг друга Дверь распахнулась Пустив в хату клубы морозного пара На пороге стоял Иван Федорович С охапкой дров Бросив принесенные дрова у печки Он кинулся обнимать дочерей А где мама? Оглядывая всех, спросила Галя Все как-то сразу замолчали Тихо заплакала Люда Коля, закусив губу Отвернулся и стал разглядывать Вышитая мамой полотенце Павлик опустил голову Задышал часто и прерывисто Глаза Ивана Федоровича заблестели Он ничего не ответил Гале Только скупая, мужская слеза Спряталась в морщинах Озунувшихся щек А где мама? Шепотом переспросила Галя Пречувствуя страшное горе В груди у Галли все похолодело Заметались тревожные мысли Неужели с мамой случилась беда? Ведь директор сказал Что нас дома ждет новость Может безбожники ее убили? Неужели? Галины мысли прервал резкий крик Шуры Которая тоже почувствовала Какую-то беду Матуля моя! Зарыдала она, упав лицом На широкую лавку Нема, Матули, нема Дрожащим голосом проговорил Иван Федорович Сел на лавку у печки И подхватил на руки Заплакавшего Павлика В октябре еще не стало ее с нами Безбожники увезли в тюрьму Услышав страшную новость Шура еще громче зарыдала Галя, чуть не потеряв сознание Медленно опустилась на сундук Закрыв лицо руками Она не могла вымолвить ни слова Значит тюрьма Вот какая она ждала новость В отчаянии подумала она Девочки долго и безутешно плакали И только когда уже не осталось сил Потихоньку стали успокаиваться Матулю нашу забрали Но Господь с нами Он наш помощник в бедах Начал утешать детей Иван Федорович Будем горячее молиться За нашу Матулечку, детки Мы на свободе Нам все равно легче, чем ей Кто, окромя нас, будет о ней молиться? Иван Федорович немного помолчал Молчали и Галя с Шурой Павлик крепко обнимал отца за шею Уткнувшись заплаканным лицом в его свитер Коля подошел к Люде и погладил младшую сестренку по голове Давайте, дочушки, вечерец, голодная поди Сказал он, вытерев слезы Павлика большой мозолистой ладонью Ужин на этот раз для семьи был печальным К нам тогда пришла тетка из конторы Начала вспоминать Люда Она велела маме идти в контору Но сначала приказала ей накормить нас хорошо Мы с мамой помолились Она закрыла нас и ушла Мы все сидели у окна и ждали матулю Добавил Павлик Коля пришел со школы А ее все не было Галя с тоской посмотрела в окно За которым уже сгущались сумерки Шура задумчиво рисовала ложкой на скатерти Павлик шмыгал носом Так и не притронувшись к еде Коля отщипывал и медленно жевал крошки хлеба Я тогда на работе был Подхватил грустный разговор Иван Федорович Вечером меня вызвал Быков Сказал, что нашу матулю еще двух братьев арестовали А до этого обыск у нас сделали Все книги, тетради и даже открытки со словом Бог забрали Чудом Библия у нас осталась Судили маму в декабре Но нас в клуб на суд не пустили Ей дали четыре года и увезли в гомельскую тюрьму А я все не верила Дрожащим голосом снова заговорила Люда Я каждый день сядзела Коля окна и смотрела маму Как видела далеко красный платок Все казалось, что матуля идет Но ее все не было Галя почувствовала, как рдание комком сдавили горло И она еле сдерживалась, чтобы не заплакать Мы только раз ее увидели После суда, продолжил Коля Мы стояли на улице Ждали, когда ее выведут из клуба Было холодно Мы сильно замерзли и дрожали Матулю вывели и повели в воронок Она увидела нас И помахала рукой И ее увезли Коля заплакал навзрыд Остальные тоже не выдержали И дали волю слезам В глиняных чашках остывала грибная похлебка Есть уже никому не хотелось Матуля, бедная моя матуля Причитала Шура Они погубить тебя хочут Они забрали наше счастье Если бы не Господь Глядя в одну точку, произнесла Галя Если бы не Господь был с нами Когда восстали на нас люди То живых они поглотили бы нас Заключил Иван Федорович Детки, поблагодарим Господа за то, что Он с нами Попросим его сохранить нашу мамочку в тюрьме Жизнь как будто бы пошла своим чередом Но Галя и Шура не находили себе места Они ходили унылые, часто плакали и молились Им казалось, что хата опустела Что с ареста мамы навсегда закончилось их детское счастье Какие жестокие начальники Часто размышляла Галя Нас упекли в детдом Но им этого мало Они еще маму в тюрьму забрали Только чего они хотят этим добиться? Думают, что мы откажемся от Бога? Но как можно от Него отказаться? Ведь Он с нами Да, если бы не Господь, они бы всех нас уничтожили Каникулы проходили безрадостно Наступила середина января И Гале и Шуре нужно было возвращаться в детский дом Который казался им теперь хуже тюрьмы И вечером Галя начала собирать вещи в дорогу «Сестричка, я так не хочу тут ехать!» Прошептала Шура Тоскливо наблюдая, как старшая сестра Складывала в сумку их нехитрые пожитки «Я тоже не хочу» «Но надо», вздохнула Галя «А то как бы чего хуже не вышло» Галя старалась успокоить и подбодрить сестренку Но и у нее самой же мало сердца «Завтра мы опять будем среди чужих людей И, наверное, никогда не закончатся наши мучения» «Господи, помоги нам все это вынести! Будь с нами, не оставляй нас и нашу семью» После вечерней молитвы никому не хотелось идти спать Иван Федорович рассказывал, что по всей стране верующих судят за проповедь Евангелия Он говорил притихшим детям, что нелегким путем страданий прошел сам Спаситель и Апостолы А теперь идет Церковь Христова Братья и сестры в разных городах знают об их трудностях и молятся за их семью Дети читали открытки от друзей со словами ободрения и поддержки Вспоминали маму, спели ее любимый псалом, не стесняясь слез Галя и Шура старались насмотреться на родные лица, сохранить в памяти голоса Младшим тоже не хотелось снова расставаться с сестрами Люда сидела на широкой лавке между Галей и Шурой, держа их обеих за руки А Павлик так и уснул, положив голову Гале на колени Свет в окне маленькой хаты семьи Слобода погас ту ночь поздно, уже за полночь Рано утром на остановку Галю и Шуру провожал отец На улице было еще темно, но в деревне уже кипела работа Вовсю тарахтели бульдозеры, разгребая снег, которого за ночь навалило по колено Девочки уныло брели за отцом Он совсем поник, думала Галя, глядя на отца И плечи опущены, и идет еле-еле Бедный наш папочка Изморили его все эти начальники Нас забрали, мамочку в тюрьму отправили Трудно ему, но он старается заменить малыша маму Только один Бог ему и помогает Яркий свет фар, прорезавший утренний сумрак, на мгновение слепил Галю И она очнулась от своих горьких мыслей К остановке медленно приближался автобус «Помолимся, дочушки мои», — сказал Иван Федорович И Галя заметила, как по его морщинистым щекам скатились две сиротливые слезинки После молитвы девочки зашли в автобус, в котором неприятно пахло табаком и бензином Галя с Шурой только и успели в торопях помахать отцу рукой, как двери шумом захлопнулись Дремавшая у окна женщина скользнула равнодушным взглядом по заплаканным лицам девочек и снова закрыла глаза За замерзшими стеклами замелькали смутные очертания заснеженных крыш домов Силуэты хмурых заснеженных сосен и елей Через пять часов девочки были уже в детском доме Галю и Шуру встретила, как всегда, раздраженная Татьяна Ивановна с ярко накрашенными губами И заставила девочек сразу же идти расчищать от снега дорожки во дворе Не успев отогреться с дороги, сестры послушно принялись исполнять задание «Смотри, сестричка!» «Василий Викторович идет!» Отбрасывая снег вправо и влево с дорожки, сказала Шура Девочки перестали чистить снег и, переступая с ноги на ногу от холода, молча посмотрели на директора Он прошел мимо, сгорбленный, жалкий, даже не взглянул на них Только поравнявшись с Татьяной Ивановной, которая выскочила на крыльцо детского дома, чтобы проследить за их работой, директора тревисто бросил «Заведите детей в помещение, вы их простудите» «Да-да, Василий Викторович, сейчас!» Засуетилась воспитательница «Слобода! Быстренько заходим! Слышали?» Совершенно продрогшие Галя и Шура, не чувствуя под собой ног, поплелись в детский дом «Интересно, о чем он думает, когда видит нас?» Размышляла Галя о директоре «Ведь он хотел, чтобы маму посадили в тюрьму» «Но зачем ему это было надо?» Ему же самому до сих пор плохо, он не может никак отойти после смерти сына, непонятный он какой-то «Скорей бы весна!» — стуча зубами, проговорила Шура «Весна придет, но она нам не вернет маму», — грустно произнесла Галя, направляясь за Шурой в свою комнату В комнате было чисто и уютно У окна стояла староста Зоя и нервно дергала за кончик свою светлую косу «Девочки, я не пойму, почему вас заставляют больше других работать?» — возмутилась Зоя «Я смотрела из окна, как вы чистили дорожки, мне было вас очень жалко, ты не знаешь всего» Галя кое-как стянула с себя валенки и продолжила «Мы верим в Бога, поэтому нас считают вредными элементами для общества» «Нас перевоспитывают», — добавила Шура, кутаясь в одеяло «Нас хотят заставить не верить в Бога, даже Матулю в тюрьму прятали» «У вас есть мама?» — Зоя удивленно вскинула брови «А мне Татьяна Ивановна сказала, что ваша мать богомолка, совсем замолилась и вас бросила, поэтому теперь о вас заботится государство» «Да ты что, Зоя!» — широко открыла глаза Шура «Наша Матулечка лучшая в мире! А почему же она в тюрьме оказалась? Странно это все» «Ну, верите и верьте, кому от этого может быть вред?» — искренне недоумевала Зоя «Но вы не грустите, скоро придет весна, вдруг что-нибудь да изменится» «Нам, Шурой, хоть зима, хоть весна» Галя тяжело вздохнула «Маму-то теперь, наверное, долго не выпустят» Весна все же пришла Пришла быстрая, шумная, внезапная Как-то резко растаял весь снег Зажурчали ручьи, защебетали ласточки На улице целыми днями не умолкали радостные голоса детей Солнце засияло, что было силы и заставило деревья раньше времени пустить молодые побеги Горная ликующая весна постепенно перешла в знойное засушливое лето В середине июня Галю и Шуру вызвал к себе Василий Викторович Девочки зашли в кабинет и молча встали у порога Директор, не глядя на них, разбирал на столе какие-то бумаги «Интересно, почему он в последнее время никогда не смотрит нам в глаза?» «Может быть, ему стыдно за то, что нашу маму ни за что упрятали в тюрьму?» «Скорее всего, он к этому причастен», — решила Галя, внимательно наблюдая за Василием Викторовичем Директор как будто бы прочитал мысли Гали и так не взглянул на сестер, глухо буркнул «На лето можете ехать домой» Девочки не заставили себя долго ждать и первым же автобусом уехали в Дубровы Для Гали и Шуры летние каникулы не были такими унылыми, как зимние Потому что в конце июня от мамы пришло письмо В нем она сообщала о том, что ее из тюрьмы перевели в зону и разрешили свидание В семье началась оживленная подготовка ко встрече с мамой Галя и Шура пекли в дорогу пирожки с начинкой из сушеной земляники Иван Федорович заполнял рюкзак консервами и хлебом Младшие дети рисовали рисунки и делали открытки для мамы «Как все-таки странно», — думала Галя «В школе нам всегда говорили, что мы живем в свободной стране И партия заботится о счастье детей В чем же наше счастье? Наша свобода? В том, что мама в тюрьме, а мы в детском доме?» Наконец, к вечеру все было готово Утром вся семья во главе с Иваном Федоровичем двинулась в путь Погода выдалась ясная, безоблачная Солнце весело, играя лучами, щедро обогревало землю И дарила свое тепло всем живущим В этот день даже шум мотора и тряска в автобусе казались детям радостными Ведь автобус вез их к маме «Как хорошо, Шурочка!» — подмигнула Галя сестренке «Мы скоро увидим мамочку!» — бедненькая Матуля «Она, наверное, сильно ждет нас!» — слабо улыбнулась Шура «Смотри, уже Витебск видно!» И действительно, на горизонте появились очертания города Четыре часа пути прошли незаметно В Витебске на автовокзале Ивана Федоровича с детьми встретили верующие И одна женщина в белой косынке или на темной юбке Передала для Надежды Степановны большой букет георгинов и гладиолусов «Я! Я их повезу дальше!» — кинулась к ним Шура «Я сохраню для Матули цветы, чтобы ее порадовать!» «Чтобы ее порадовать!» «Я сохраню для Матули цветы, чтобы ее порадовать!» Шура прижала букет к груди и с благодарностью посмотрела на приятно улыбающуюся женщину «Я знаю твою мать!» — погладила она по голове Шуру «И очень ее люблю!» Иван Федорович посмотрел на часы «Пора двигаться к вокзалу!» — сказал он «Скоро наш поезд!» Галя заметила, с каким любопытством смотрели на их группу окружающие «Цыгане, что ли?» — услышала она недоуменные возгласы «Да вроде нет! А детей-то детей! И все радуются друг другу, как родные!» «Знали бы они все эти люди!» — подумала Галя «Сколько нам горя пришлось вынести!» «Знали бы они, что мы уже третий год живем в детском доме при живых родителях!» «Знали бы они, что наша любимая мамочка в зоне только за то, что искренне верит в Бога!» Ее размышления прервал голос из репродуктора, который объявил посадку на поезд «С Богом, дорогие друзья!» — пожелали верующие «Бог вам в помощь! Да благословит вас Господь!» Галя с Шурой вслед за отцом зашли в вагон и сели на свои места Пока поезд набирал скорость, дети махали друзьям на прощание в открытое окно Девять часов дороги тянулись для детей очень долго Шура, как и обещала, ревностно хранила букет Она выпросила у проводника банку с водой и поставила в нее цветы Галя смотрела в окно на пробегающие мимо белостволые березы Стройные тополя, пышнокронные липы И сердце ее наполнялось тихой радостью от того, что скоро она увидит маму «Уважаемые пассажиры, наш поезд прибывает на станцию Гомель» Услышала Галя приглушенный голос где-то над головой Она и не заметила, как задремала под монотонный стук колес За окном уже сгустились вечерние сумерки и ничего не было видно Но вскоре замелькали городские огни Поезд привычно подкатил перрону, который тут же ожил Множество людей суетливо засновали взад и вперед Проводники устало прощались с последними пассажирами Двери вокзала бесконечно открывались и закрывались Потом все резко стихло Перрон опустил и погрузился в сонную тишину до прибытия следующего поезда В зале ожидания Галя и Шура посадили младших на деревянную скамейку Пока Иван Федорович узнавал расписание автобусов Дети нетерпеливо поглядывали на часы Маленький Павлик задремал на руках у Гали А Люся, положив голову на Коле на плечо, устала, терла глаза ладошками Наконец отец вернулся Первый автобус до зоны пойдет в пять утра Придется ждать Оказалось, до зоны собралось Ехать очень много народа И уже с ночи люди занимали очередь на оформление пропусков для свидания Милый, ты крайний Подскочила к Ивану Федоровичу Резвая старушка в черном цветастом платье с узелком в руках Да, я, бабушка Дзятей-то куда тянешь? К матери едем, бабушка Ты гляди, сколько дзятей Покачала головой старушка И шустро засеменила по вокзалу, ища свободное место Галя почти всю ночь не спала Она просыпалась от каждого звука Когда кто-нибудь совсем рядом начинал громко кашлять Или кто-нибудь разговаривал во сне А где-то в конце зала часто просыпался и плакал ребенок Галя ерзала на деревянной скамейке и с нетерпением ожидала рассвета Около пяти утра прозвенел звонок Из репродуктора раздался треск И чей-то гнусавый голос оповестил о прибытии автобуса под номером 123 Толпа народа кинулась к дверям Иван Федорович вскинул на плечи рюкзак И бережно прижав к груди спящую Люсю Кивнул старшим Галя с Шорой, взяв за руки мальчиков Бросили за отцом, стараясь не потерять его из виду Кое-как протиснувшись в автобус Дети свободно вздохнули Как хорошо, что они не остались на улице среди людей Которым пришлось ждать следующего рейса Выехав за пределы города, автобус поехал очень медленно Его то и дело подбрасывало на ухабах и колдобинах Шура сидела у Гали на коленях И бережно прижимала к груди букет Рядом с ними прильнули к оконному стеклу Коля с Павликом А где была Люда с папой Галя так и не смогла увидеть В проходе тесно прижавшись друг к другу Стояли люди с сумками и корзинами Через час автобус подъехал к воротам зоны Пассажиры, громко ругаясь и толкая друг друга, ринулись вперед По их уверенной торопливости было заметно, что эти люди здесь не впервые Вчерашняя очередь на оформление пропусков, конечно же, потерялась И семье Слобода пришлось снова ее занимать И долго стоять за воротами «Интересно, кому он приехал на свидание?» Подумала Галя, глядя на стоявшего перед ними мужчину «Может быть, у него дочь здесь сидит? Или мать?» Но кто бы ни был, наверняка они преступницы А наша мамочка ничего не сделала Она чиста как ангел и тоже здесь сидит Галя нетерпеливо поглядывала на серые от пыли ботинки мужчины И очень радовалась, когда эти ботинки хоть немного продвигались вперед Шура ни на шаг не отходила от Гали И время от времени сдувала с цветов пылинки Наконец пропуски оформили, и Ивана Федоровича с детьми провели на территорию зоны Грозный усатый мужчина в военной форме показал рукой на длинный деревянный барак Покрашенный зеленой краской и огороженный колючей проволокой «Идите туда, там вам выделят комнату, где вы будете жить на время свидания» Отчеканил военный В бараке усталых путешественников встретила полная женщина, тоже в военной форме И провела их в комнату для свиданий Иван Федорович и дети сильно волновались И никто ни на минуту не присел на широкий, сколоченный из грубых досок топчан Шура так и не выпустила из рук букет и все так же бережно прижимала его к груди Вскоре с улицы послышались громкие мужские голоса И Галя с Шурой кинулись к небольшому окошку «Конвойные маму ведут!» — еле слышно прошептала Галя Наконец дверь комнаты распахнулась И на пороге, озаренная солнечным сиянием, появилась мама Они смотрели на нее и не могли налюбоваться Запоминать каждую черточку ее уставшего, измученного страданиями лица Надежда Степановна была в арестантской одежде В темно-синем платье, с белыми мелкими цветами и в белом платке Шура несмело шагнула навстречу маме И протянула ей полузавядшие цветы «Матуля моя, это тебе за верность Господу» Все словно очнулись и бросились обнимать и целовать маму Самую любимую и родную Окончание среды Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok